В Грузии от вируса H1N1 погибли 9 человек. Вирус становится все более масштабным и опасным. Уже лабораторно подтверждено 158 случаев заболевания так называемым свиным гриппом. Пять медицинских учреждений по всей стране перешли на чрезвычайный режим работы. И с сегодняшнего дня будут предоставлять амбулаторные услуги жителям в 24-часовом режиме. Детские больницы перегружены. Несмотря на все это, Минздрав Грузии заявляет, что эпидемии нет. Как обезопасить себя от вируса и что делать в случае заболевания, выясняла наш корреспондент Татья Джанибегашвили. В Грузии от коварного вируса H1N1 за последние три дня погибли еще трое жителей. 25-летний мужчина и двое 40-летних женщин. Врачи несколько дней боролись за спасение их жизни, однако безрезультатно. Как уверяют специалисты, все жертвы вируса с опозданием обратились за медицинской помощью. Несмотря на очевидные симптомы, характерные для так называемого свиного гриппа. Все, кто попадает в стационар, имели хотя бы одно заболевание, хроническое или врожденное. В первую очередь нужно обращаться к врачу. Симптомы свиного гриппа ничем не отличаются от симптомов обычного гриппа. Инкубационные от одного до шести дней. Симптомы, похожие на простуду, появляются внезапно и быстро развиваются. Сопровождаются сильной слабостью, болью суставов, иногда с высокой температурой. Также могут быть проблемы с пищеварением, диарея, тошнота. Глава Минздрава Грузии уверяет, что несмотря на увеличение числа случаев заболевания вирусом гриппа, угрозы эпидемии пока нет. Давид Сергеенко призывает всех жителей сделать вакцинацию и соблюдать меры гигиены. На сегодняшний день общий показатель заболеваний гриппом составляет 256 человек на 100 тысяч людей. А эпидемией заболеваний считается, если количество заболевших достигает порядка 500 на 100 тысяч человек. Мы периодически напоминаем населению, насколько важно вовремя обращаться к специалистам в случае проявления симптомов и в случае необходимости своевременно начинать антивирусные лечения. В стране сейчас есть достаточные запасы антивирусных препаратов. Их дефицит появился в аптечных сетях. Но 10 января запасы препаратов пополнятся. В случае необходимости министерство бесплатно предоставит их всем, кто входит в группу риска. Наиболее опасным вирус считается для беременных женщин, маленьких детей, пожилых людей и тех, у кого есть хронические заболевания. Этим людям врачи советуют надевать в общественных местах медицинские маски, ежедневно гулять на свежем воздухе и придерживаться здорового питания. В первую очередь я стараюсь учесть советы медиков и часто мою руки, хожу в защитные маски. К сожалению, в этом году я не успел привиться. Поэтому всячески стараюсь антивирусными препаратами перебороть этот пиковый период. Мы стараемся максимально следовать советам специалистов и соблюдать нормы гигиены. Меньше появляться в местах скопления людей. К сожалению, вакцинацию пока не делала. А так пью витамины. Отмечу, что у большинства людей в мире заболевание вирусом H1N1 протекает наподобие гриппа без осложнений. Но есть и тяжелая форма течения болезней, при которой быстро прогрессирует первичная вирусная пневмония. Она, в отличие от бактериальной пневмонии, нечувствительна к антибиотикам. И при отсутствии правильного лечения может привести к летальному исходу. Сейчас в Минздраве страны утверждают, что угрозы эпидемии нет, а противовирусных препаратов в Грузии достаточно. Необходимости в продлевании зимних каникул в школах и детсадах власти также не видят. Несмотря на это, вторую волну вируса специалисты ожидают уже в феврале. Татья Джанибегашвили, Шалва Сурамелашвили, Хабар-24, Грузия. Субтитры создавал DimaTorzok